Когда все хорошо жили, в 2007 году купили квартиру, трехкомнатную по ипотеке, ИГБ по ипотеке, все нормально платили, все регулярно. Ну, в 2011 году решили, ну, как родить еще одного малыша. К тому времени, когда Светлана готовилась к рождению третьего ребенка, муж семью оставил, и все ипотечные долги упали на молодую маму. А дальше суды и невозможность оплачивать ипотеку. Тогда героиня нашего сюжета и решила написать в банк письмо с просьбой об отсрочке, ведь осталось выплатить не так много. Но что трудности маленького человека перед лицом мощной капиталистической системы. С тех пор в деле появились приставы, выставленные уже два раза на торги квартира, и адвокат, обнаруживший грубые нарушения со стороны властных органов. Какие-то были эти акты расторжения, что там подписывала я какие-то документы. Я говорю, я никакие документы подписывала, что ко мне домой приходили люди, описывали мою квартиру, подписывали, ну и все. Я говорю, я не буду никакие документы стоять и отвечать, я подаю на вас в полицию. После, по словам Светланы, документы по этому делу у служебных приставов пропали. Не оказались и зафиксированы акты об оплате. Это вложенный материнский капитал и губернаторские выплаты – более 300 тысяч. Но у самой потерпевшей доказательства остались на мобильном телефоне. Почерковическая экспертиза действительно установила, что подписи на бумаге Светлане не принадлежат, а прописанных понятых вообще не существует в природе. Уголовное дело, которое было возбуждено по признакам преступления, присмотрено статьей 292, то есть уже на подлог, в настоящее время находится в производстве органов Следственного комитета. По делу подлежат установление обстоятельства составления протокола исполнительных действий. Подлог есть виновник не установлен. К проверке некогда подключилась и прокуратура Засвияжского района, которая установила и факт ненадлежащего расследования со стороны одного из правоохранителей. Но нарушение нарушениями, а квартирный вопрос долгов не терпит. Исполнительное производство находится на исполнении. В связи с тем, что в 2012 году было возбуждено исполнительное производство по обращению взыскания на заложенное имущество квартиру. Квартира на торгах не реализовалась и была предложена взыскателю. Взыскатель согласился взять эту квартиру с выплатой разницы. Банк перечислил судебным приставом 580 тысяч, которые от Светлана на сегодня ожидают реквизитов для перечисления. И тогда у семьи будет некоторая сумма, но без права на имущество. Фактически из этой истории следует, что квартиры Хвостунова все же лишится. Однако у стороны защиты есть свое мнение на этот счет. Если будет возбуждено уголовное дело, и оно будет доведено до конца, и лица, которые все это сделали, то есть и довели квартиру до передачи, до его отчуждения без участников сторон исполнительного производства, то в данном случае у Хвостунова возникает право об обращении в суд заявлением, о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, которое дает ей основание вернуть все действия в обратную сторону. Таким образом, по словам адвоката, факт выставления квартиры на торги и все, что происходило после, возможно признать недействительным. Правда, после окончательного расследования, которому мешают мертвые души. Анжела Забашта, Константин Никитин, Александр Кудряшов, Олег Тоньшин, репортер 73.